Вологодская область 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 То есть мы уже получили лицензию на оказание паллиативной помощи на базе центра доверия, и там у нас будут кабинеты паллиативной помощи. То есть мы это тоже пролицензировали и пролицензировали выездную службу паллиативной помощи. Это будет касаться паллиативной помощи. И прикрепили несколько районов Вологды, города, именно к этому центру. То есть часть районов на себя будут брать на Вологды лечебные учреждения, а определенная часть районов будет закреплена за центром доверия. Это паллиативная помощь. Что касается социальной помощи, мы планируем провести обучение сиделок. Сиделки будут оказывать именно социальные услуги. То есть медсестра не сможет в паллиативной помощи часто выезжать к пациенту, да и, допустим, перестелить постель или, допустим, обработать пациента, как-то элементарно обработать пролежние. Это работа не медицинской сестры, это работа социальных работников. И вот паллиативные пациенты – это особый контингент пациентов. И мы хотим специально обучить социальных работников для того, чтобы они оказывали именно вот такие социальные услуги. Для этого мы заключили договор между комплексным центром социального обслуживания населения и лечебными учреждениями на передачу данных о наличии паллиативных пациентов, которые у них находятся на территории обслуживания. Ну и, естественно, передача данных будет осуществляться посредством либо защищенной интернет-сети, либо в бумажном виде. После того, как данные о наличии паллиативных пациентов поступают в комплексный центр социального обслуживания населения, комплексный центр определяет наличие потребности у таких людей в социальных услугах. Там различные методы есть, то есть у нас есть даже методички для определения потребностей в социальных услугах. На этом не буду останавливаться отдельно. Так вот, если, собственно, такой пациент выявлен будет, и он нуждается именно в социальных услугах, к этому пациенту будет представлена специализированная сиделка, которая будет помогать ему, собственно, в его жизнедеятельности, то есть выполнять все те функции, о которых я говорил. И мы хотим сделать так, чтобы это все было для человека, для пациента бесплатно. Вот, то есть под это было все федеральное финансирование. Собственно, мы в этом плане не изобрели велосипед. Вот эта программа, она была подсмотрена, может быть, в каком-то виде у Волгоградской области. То есть они уже как раз вот ее успешно реализовывают. И вот мы бы хотели тоже самое реализовать у нас здесь, в Вологде. Вот. И мы как раз вот движемся в этом пути. То есть пока что мы движемся в рамках палеотивной помощи. То есть то, о чем я вам говорил, то есть получены лицензии, организован кабинет и прикреплено население. Заключены договоры о передаче информации и сформирована выездная патронажная служба со всем необходимым оборудованием. Она также пролицензирована. Осталось, так сказать, начать работу и делать. И это как раз вот все у нас коррелируется со составом 189 ФЗ. То есть как раз вот взаимодействие, палеотивная помощь и социальных служб. То есть у нас есть сейчас большой пилотный проект, который курируется Министерством финансов Российской Федерации. Я вам, собственно, тут коротко рассказал. Если более подробно, у меня есть отдельная презентация на эту тему. Что касается других моментов, на которые бы я хотел обратить внимание. Также нам и в 2020 году был проведен анализ потребностей в нутритивной поддержке пациентов палеотивного профиля в городе Вологде. То есть мы собрали информацию со всех лечебно-профилактических учреждений города Вологды о наличии того или иного количества пациентов, которые нуждаются в нутритивной поддержке. Это как энтеральное питание, зондовое питание и так далее. Ну, насколько это все достоверно, по крайней мере, насколько это уже судить, так сказать, не нам. Там, по крайней мере, лечебное учреждение нам прислали информацию. Там было конкретное количество пациентов. Значит, мы посчитали это все. То есть мы взяли из расчета два флакона энтерального питания в день, значит, сроком, средним сроком на два месяца. Вот. Вывели определенную сумму и представили это все в наш департамент здравоохранения. Вот. И с просьбой, значит, выделить нам финансовое средство на приобретение энтерального питания пациентам, именно тем, которые находятся на дому, те, которые посещают учреждения амбулаторные. То есть здесь как бы не было учтено стационарная палиативная помощь, именно те, кто получают амбулаторную палиативную помощь. И вот мы сейчас пока что, соответственно, ждем. Результата никакого у нас пока нет. И вот я, пользуясь случаем, неоднократно обращаю на это внимание. Если мы все-таки добьемся выделения нам энтерального питания для пациентов, это будет просто замечательно. Следующий момент. Мои предложения по анальгизирующей терапии. Я прекрасно знаю, и мне об этом неоднократно говорят, о том, что у нас в области дела с назначением неинвазивных наркотических лекарственных препаратов очень, так сказать, неважные. Я уже неоднократно предлагал план мероприятий, которые могут улучшить вот это назначение. Ну вот, до вас я хочу донести вот что. Значит, понятно, что у нас есть большое количество обучающих семинаров, встреч по обезболивающей терапии. Мы, как главные внештатные специалисты, которые занимаемся палиативной помощью, мы уже на них присутствуем регулярно, стараемся. Вот, и все это дело знаем, но, к сожалению, у нас вот участковая служба и другие профильные специалисты, неврологи, но неврологи, наверное, знают, может быть, другие профильные специалисты, не все об этом знают. Значит, и у нас также есть проблема, что в некоторых поликлиниках есть, допустим, нет онколога, а есть онкологические пациенты. И почему-то участковые терапевты не назначают наркотические лекарственные препараты пациентам с выраженным болевым синдромом без консультации онколога. То есть, если в поликлинике нет онколога, пациенты мучаются от болевого синдрома, терапевты не назначают наркотические препараты, назначают банальный тромодол. Вот, в связи с этим я вот предлагаю, что организовать обучающие семинары, встречи в режиме видеоконференц-связи именно для главных врачей, именно ночмедов. То есть, этим должны заинтересоваться именно верхушка. И главные врачи, и ночмеды, лечебно-профилактических учреждений должны донести до своих врачей вот эту всю проблему и, соответственно, необходимость назначения наркотических препаратов. А также органам исполнительной власти организовать мониторинг за назначением именно наркотических препаратов и работать в этом плане не с участковыми бедными терапевтами, которые там на несколько ставок работают, а именно с главными врачами. Вычленять те организации медицинские, которые назначают лекарственных препаратов меньше всего и, соответственно, проводить работу уже с главными врачами и с ночмедами и разбирать каждый случай неназначения такого лекарственного препарата уже отдельно. То есть, эту обязанность, на мой взгляд, должны взять на себя департаменты здравоохранения регионов и работать прежде всего с главными врачами. Значит, и в заключение хотел бы сказать, у нас, на мой взгляд, недостаточно освещена в наших собраниях и в наших встречах тема БАС, то есть боковой амиотрофический склероз. А в связи с этим пациентов таких, конечно, немного, но если они есть, они, ну, запоминающиеся пациенты, потому что они нуждаются и в респираторной поддержке и так далее. А вот как раз вот респираторная поддержка у нас совсем очень немного на наших конференциях освещается. И как подступиться к такому пациенту, как настроить банально вот этот аппарат ИВЛ, которым пользуется пациент, большая часть врачей по палиативной помощи не знают. Поэтому я в связи с этим хочу предложить, чтобы у нас в наших встречах больше функционировала, фигурировала тема респираторной поддержки и эта тема должна быть как бы включена. Ну и я уже обратился к сотрудникам фонда, которые занимаются поддержкой фонд пациентов с БАСом, чтобы они активнее включались в работу наших уже совместных мероприятий. Спасибо большое за внимание.